Гурвиз принес нацизм в Одессу! Гурвиз принес нацизм в Одессу! Члены политической партии Союз анархистов Украины уверены, называть улицу таким образом недопустимо в городе-герое. Подобное стало возможным именно в период правления Эдуарда Гурвиза. В 97 году экс-мэр Одессы Гурвиз назвал его в память офицера нацистской армии, украинского националиста Романа Шухевича. Мы считаем это символической отправной точкой, с которой началось развитие радикального национализма, межнациональной розни и нетерпимости в нашем городе. Одесса – город национального согласия! Одесса – город национального согласия! В таком многонациональном городе, как Одесса, люди привыкли жить в мире и согласии. И то, что сегодня происходит в Южной Пальмире, уверены активисты анархического движения, отголосок, действий и поступков, совершенных в период правления Эдуарда Гурвиза на посту городского главы. Мы на этом примере показываем, что косвенно, но целенаправленно все события, которые развивались в правлении Гурвиза, с его привозом радикальных националистов в наш город, с началом различных ультраправых шествий, они все так или иначе вели к той страшной трагедии, которая произошла 2 мая в нашем городе. Создается впечатление, считают одесские анархисты, что вся политика Эдуарда Гурвиза была направлена на раскол и разрушение южного города. История с националистами – это лишь капля в море среди тех прегрешений, что совершал бывший мэр Одессы. Взять кредит, который совершенно неэффективно был использован, и предлагать брать еще больше кредитов. Вспомнить историю с высылением людей ради какой-то мифической дороги север-юг. Я уже не говорю о качестве той дороги, которую он сделал. Вспомните, эта дорога вместо трех слоев асфальта была покрыта всего одним слоем, а деньги висписаны были. Мэрство Гурвиза – время реакции! Мэрство Гурвиза – время реакции! Вспоминают участники митинга и о земельных участках в прибрежной зоне, которые так щедро распродавал экс-городской голова в период своей каденции, и о скандально известном генплане, и об отношении к историческому центру. Он скользкий человек, такие люди в Одессе не нужны, потому что он сейчас придет второй раз, кое-что еще допродаст туда, до Ильичевки, все берега и все санатории еще, которые не допродал, а потом отсюда обратно что-то придумает и уедет. Одесситы говорят, что не хотят повторения и возврата к тем темным временам, когда городом правил Эдуард Гурвиц. Горожане надеются, что на этот раз бывшему городскому голове не удастся захватить власть, и город будет жить и развиваться, а не утопать в национальной розни и долгах, как это уже было когда-то.